Всем привет, дорогие мои! Меня зовут Настя Макарская и вы у меня на канале. Сегодня я делаю видео профессионального характера по своей такой профессиональной тематике, поскольку я визажист. И сегодня меня бы очень попросили рассказать про мои брови. Так что, как я немножко подзаколола волосы и буду вам рассказывать про свои брови, как я их оформляю вообще, что я с ними делаю и как заниматься своими бровями в домашних условиях, что для этого нужно. Конечно, немножко поделюсь какими-то просто своими секретами. Значит, на данный момент у меня на бровях ничего нет. Вот так вот выглядят мои брови. Значит, что я делаю с своими бровями? Естественно, я их выщипываю. Выщипываю я их примерно где-то два раза в неделю. Выщипываю я их пинцетом. У меня вот такой классный пинцет от марки Арифлейм. У них есть отдельно Giordani Gold коллекции. Мне очень нравится этот пинцет. Его не нужно затачивать. Он очень качественный, очень действительно профессиональный. И мне он очень нравится. Покупала я его где-то за долларов, наверное, 10-15, что-то такое. Вот. Очень хороший пинцет. Советую. Вот в таком чехле. Очень качественный пинцет. И обязательно выбирайте пинцет вот с такой вот. Именно, видите, у него идет плоская вот такая головка. Видите, плоская и очень широкая. Это очень удобно. То есть вы поставили, да, и все. Ненужное убираете. Дальше я, конечно же, также использую ножнички. Ножнички у меня вот такие маленькие. Пару раз, наверное, в месяц. Где-то, наверное, да. Наверное, раза 4 в месяц я делаю такой прием. Я беру щеточку. Его вот на карандаше. Щеточка, да, которая специально для бровей. Поднимаю все бровки вот так вот наверх. Да, все волосочки поднимаю наверх. И то, что у меня выходит за границей, то, что у меня уже отросло, и то, что нам не нужно, но я просто это все ножничком вот так вот аккуратненько по форме счикиваю. Значит, то хочу сказать. Обязательно занимайтесь своими бровями. Ни в коем случае не ходите с такими бровями, которые у вас есть. Обязательно либо сами делайте коррекцию бровей, если вы владеете знаниями. Если вы не знаете ничего об этом, так скажем, искусстве бровей, то обязательно обратитесь к мастеру. Это очень важно. И сразу, что хочу сказать. Ни в коем случае не идите к дешевым мастерам. Которую вам там за одно окрашивание сделают все брови. Для того, чтобы достигнуть правильного оттенка, особенно если вы идете первый раз, нужно окрашивать несколько этапов. То есть, например, если девочка ко мне приходит первый раз на бровки, во-первых, я сначала делаю коррекцию бровей, затем я делаю окрашивание. То есть я сначала делаю первым этапом окрашивания, снимаю краску, смотрю, где нужно добавить. Потом еще раз добавляю. То есть такое окрашивание первое может достигать трех окрашиваний, трех этапов за один раз. Ни в коем случае не окрашивайте брови в один этап. Это очень неправильно. Нужно сначала смотреть, чтобы у нас правильно прокрасилась вот эта часть. И сначала всегда снимать первую головку. То есть я наношу краску свою профессиональную на бровки и потом через какое-то время снимаю сначала с головки, чтобы она у нас здесь не была очень четкая. вы должны выяснить такой момент, что у вас бровь, когда вы ее окрашиваете, не должна быть одинаково окрашена по всей ее длине. Не должна быть. Она у нас вот здесь. Мы делим бровь, например, на три части. Вот эта, вот эта часть и вот эта. Значит, вот эти две трети должны быть окрашены в один тон. И вот эта первая часть, она у нас должна быть окрашена немножечко посветлее. Можно сказать, на один тон светлее должна быть. Поэтому краску мы обычно снимаем здесь гораздо раньше. Вот. Я окрашиваю свои брови сама себе примерно раз в месяц. Может быть, два раза в месяц. Вот у меня сейчас уже месяц прошел. Я, наверное, уже сегодня-завтра буду окрашивать. Значит, ну это видео у нас не об окраске бровей, да, а о том, как правильно вообще красить брови, как правильно найти вообще свою форму. Как мы подбираем форму наших бровей. Форма бровей подбирается не по картинкам, не потому что вам какие-то брови понравились в интернете или еще что-то, да. Мы смотрим по пропорциям нашего лица, да. То есть, смотрите, например, если у вас лицо широкое, как у меня, значит, вам нужно обязательно, чтобы у вас был вот здесь вот большой изгиб. Модельные широкие брови без изгиба не подходят девушкам с широким лицом, да, или с круглым лицом они не подходят. Если вы хотите ваше лицо немножечко уравновесить, да, и ваше лицо широкое, например, либо круглое, да, обязательно нужно, чтобы был излом. Вообще это правильно, да, чтобы был у бровки излом. Вот эти новые новомодные модельные брови, которые не имеют излома, а идут просто широко, это некрасиво, во-первых, смотрится, это не украшает ваше лицо, да, и это не делает его женственным. Всегда у нас бровка должна иметь вот такой вот изгибчик. Обязательно. Это обязательный у нас пункт, да. Значит, сейчас я нанесла немного хайлайтера, да, себе вот здесь вот на вот этот излом. Это всегда очень хорошо поднимает бровь, да, и немножко раскрывает ваш взгляд. Поэтому обязательно всегда пользуйтесь хайлайтером или какими-то светлыми тенями с светоотражающими частицами, да. Желательно, конечно, чтобы они были, ну, тёмного, тёплого, точнее, подтона, да, потому что тёплый подтон очень хорошо смотрится после излома. Значит, что мы делаем? Вот мои брови, да, значит, как мы подбираем вообще, где у нас должно быть начало, конец и так далее, да. Значит, конец брови, да, у нас никогда не должен быть вот здесь, никогда не должен быть вот здесь, да. Он у нас идёт строго по линии. Вот проходит, смотрите, диагональ вот здесь вот от носика через конец глазика, и вот, смотрите, она уходит. Если мы положим кисточку, у нас вот так и должна идти диагональ, видите? То есть не ниже, не выше, а именно вот в этом месте. То есть она должна у вас находиться на одной прямой с глазиком. Вот видите, она пошла, вот пошло. Дальше, где мы начинаем? В принципе, с изломом всё понятно. Излом он должен проходить через радужку, вот так вот, таким образом, да. То есть не вот здесь излом, не вот здесь вот, а чисто через радужку он должен проходить, вот так вот. Понятно, да? Тут, в принципе, с изломом, мне кажется, вообще всё очень просто. Вот ваш глазик, вот ваша радужка. Пошли две такие линии. С первой линией всегда очень много проблем. Почему? Потому что зачастую её рисуют либо очень близко к носу, либо очень далеко, либо делают её вообще чёткой. Чёткое вот это начало быть, в принципе, не должно. Как это и с краской, я вам рассказывала, да, так и с окрашиванием карандашом, либо остальными другими продуктами, да, мы с вами очень чётко смотрим, да, где у нас вот этот проходит слезнячок. Где слезнячок проходит, там и начинается бровь. Никогда не делайте бровь вот здесь вот. То есть не приближайте. Почему? Потому что если вы приближаете, вы первые глаза свои делаете более свинячьими, да, и вы все пропорции просто убираете. Поэтому ни в коем случае не делайте сильную головку чёткую, да, и ни в коем случае не приближайте её сильно сюда, потому что вы меняете центр. Это очень неправильно. Вот, значит, что мы сейчас делаем? Я буду начинать окрашивать с лёгким карандашиком. Цвет карандаша, цвет бровей мы подбираем под исходный цвет волос. То есть смотрите, не под корни вы подбираете, а под тот цвет, который у вас есть. То есть если я блондинка, крашеная, то мы, соответственно, подбираем все продукты для бровей, исходя из того, что я блондинка, да. Это не важно, какой у вас исходный цвет бровей, не важно, какой у вас исходный цвет волос был когда-то. Это не важно. Важно только то, что сейчас. И мы подбираем конкретно под наш оттенок волос, который у нас сейчас есть. Также очень важный момент. Если вы брюнетка, ни в коем случае не пользуйтесь чёрными карандашами. Конкретно чёрными карандашами, чёрными гелями мы вообще не пользуемся. Значит, есть одно такое просто золотое правило. Если вы блондинка, то вы должны подбирать цвет своих бровей, окрашивать брови на 1-2 тона темнее, чем ваш цвет волос, чем ваши корни. Если вы брюнетка, то вы подбираете оттенок бровей на 1-2 тона светлее, чем ваши волосы. То есть, если вы брюнетка, вы не можете себе выбрать одинаковый цвет волос и бровей. Он должен быть хотя бы на 1 тон светлее, чем ваши волосы. Если вы шатенка, то тут уже, в принципе, можно один в один, но лучше всё равно на 1 тон сделать светлее. Почему? Чтобы образ был мягче. Если вы блондинка, то у блондинок тут совсем другая ситуация. Блондинки теряются без бровей, да? Поэтому нам нужно на 1-2 тона делать бровки темнее, чем наш, как бы, так скажем, исходный цвет корней и так далее. То есть, да? Значит, я беру карандаш, у меня Essence. Я очень люблю карандаши от Essence. Это у меня 0,5-й с овой блонди. Для блондинок они подходят отлично. У них очень большой ряд карандашей, оттенков. Мне очень сильно нравятся их карандаши. Вот. И что мы делаем? Мы начинаем закрашивать. Я всегда начинаю с кончика. У меня немножечко не хватает по схеме кончика, да? То есть, если мы вот проведём линию, видите, у меня немножко не хватает кончика. Поэтому мне нужно его чуть-чуть дорисовать. Я, во-первых, поднимаю себе вот здесь, вот буквально чуть-чуть, и опускаю вниз. И так я уже окрасила карандашиком. Смотрите, что у нас получилось. Разницу видите, да? Здесь у нас есть пробелы, не хватает кончика. Сейчас у нас всё уже на месте. Что мы делаем с началом нашей брови? То есть, я начало брови не красила. Я вам говорила, что я работаю только с двумя третьими нашей бровочки. Мы берём карандашик и наносим его вот на нижнюю часть. Буквально чуть-чуть я наношу, да, чтобы найти вот начало, да, чтобы сделать его чуть-чуть более стойким. Но я ни в коем случае не рисую вот здесь вот ничего. То есть, мы только проходимся по низу. Переворачиваем карандаш, берём вот эту щёточку и щёточкой подтушёвываем немножко наверх, чтобы у нас оттеночек карандаша ушёл наверх, но при этом бровь не стала чёткой. То есть, начало у нас бровки не должно быть чётким. Делаем вторую бровку. Делали бровки. Смотрите, какие получились. То есть, мы создали правильную форму конкретно для моего овала лица. Поэтому создавайте тоже правильно форму своих бровей, касательно, да, исходя из вашей формы лица. И очень важный момент касательно продуктов, которые вы выбираете для бровей. Очень часто я вижу проблемы с выбором продуктов для бровей. То есть, вы можете использовать, если у вас очень хорошо вообще окрашены брови, если вам особенно не нужно ничего делать с ними, да, если вы их окрашиваете краской у мастера, то вы можете пользоваться просто одним гелем для бровей ежедневно, просто для того, чтобы их укладывать. Если вам не нужно ничего дорисовывать, если вам нужно что-то дорисовывать, то это обязательно должен быть карандаш и гель вместе для бровей. Есть один очень опасный продукт в мире бровей – это помадка. Помадка для бровей – очень опасный продукт. И подходит она, вы знаете, 10% только населения девушек, да, почему? Сейчас объясню. Помадка для бровей была создана изначально для девушек, у которых практически не растут какие-то волосочки, да, то есть растительность на бровке очень минимальная, да, поэтому какие-то моменты нужно дорисовывать и прям вырисовывать. Также для этого создан маркер для бровей, да. Помадка для бровей – это очень опасный продукт. Почему? Потому что если вы ее нанесете много, у вас будет как будто у вас какие-то смоляные брови. И помадка для бровей ни в коем случае не подходит девушкам, у которых свои густые, хорошие брови. То есть у меня, например, брови свои достаточно густые, у меня проблема идет только в кончике, да, то есть только кончик плохо растет, да, потому что он когда-то был перещипан. Поэтому мне нужно карандашиком добавлять. Также я ежедневно добавляю вот где-то здесь какие-то просто пробельчики, да, для того, чтобы чуть-чуть бровку расширить, да. Но я ни в коем случае не использую помаду, потому что если я используюсь помадкой для бровей, то моя бровь будет просто смотреться как смоляная бровь, как будто я смолу нанесла на свои брови. Это мне абсолютно не нужно. Сейчас что мы делаем? Поэтому будьте тоже осторожны, лучше используйте все-таки карандаш для бровей. Это продукт номер один. Также раньше я еще пользовалась тенями для бровей, но сейчас не использую, потому что тени, они дают очень-очень легкий такой оттенок, очень легкий эффект, да. И тени для бровей можно использовать тоже только девушкам, которые постоянно окрашивают свои брови краской или хной, и которым нужно только где-то что-то добавить чуть-чуть. То есть это как бы, ну, тени для бровей не сделают вам каких-то четких красивых бровей. И дальше мы сейчас будем пользоваться вот этим гелем. Он такой достаточно жидкий, поэтому я его немножечко стираю с кисточки, но он очень хорошо фиксирует брови. Очень хорошо фиксирует брови на данный момент. На рынке это мой самый любимый гель. Отступаю немножко, опять-таки, от начала и заполняю бровь. Я сначала работаю вот с этой частью, да, с кончиком, чтобы весь гель у меня ушел на кончик. А потом, то, что осталось уже, да, на кисточке, я уже бровки вот так вот приподнимаю сначала и укладываю. И у нас получается очень красивая, очень аккуратная бровка, которая подходит именно моей форме лица. обязательно фиксируйте бровки. Это очень важно, чтобы они у нас не гуляли, так скажем, да. И так же еще зависит от того, какой вы макияж делаете. Если бы мне сейчас нужно было делать легкий дневной макияж, то я бы просто воспользовалась карандашом, и мне бы этого хватило. Но я использую гель для бровей, потому что у меня будет сейчас такой очень яркий макияж глаз, соответственно, брови не будут смотреться так темно. Поэтому я сейчас именно взяла этот гель, потому что будет яркий макияж глаз и будет уравновешивание. Вот. Потому что если в обычной жизни, то я не использую гель такой для бровей, да. Мне слишком темные брови не нужны. Вот. Ну что, вот такой образ у меня получился. И смотрите, как смотрятся брови с макияжем глаз. То есть видите, очень гармонично. Когда есть яркий макияж глаз, то уже брови смотрятся гораздо более гармонично и менее интенсивно, чем без макияжа глаз. Поэтому ориентируйтесь также еще на то, как вы краситесь ежедневно, да. Ориентируйтесь обязательно на эти моменты, да. То есть видите, сейчас брови кажутся в соотношении с глазами очень светлыми, да. То есть это все смотрится очень гармонично. Но когда мы глазки не красили, бровки смотрелись такими очень яркими, да. Потому что не было ни губ, ни макияжа глаз. Поэтому советую вам всегда на это ориентироваться. Желаю вам красивых бровей. Люблю вас, целую. И пока-пока.